Капец, я общаюсь с искусственным интеллектом, который предполагается, что это я. Глент, сколько ты зарабатываешь? А если спросить, какой пароль от канала? Что? Он хочет фотографию моей кошки? Что творит эта НРС-сеть? Ребята, я сейчас с ума сойду, я не могу. Всем привет, ребята, с вами Глент и вы на новом канале. Сегодня мы на канале познакомимся с искусственным интеллектом. Google недавно выпустил свой аналог чата GPT, он называется bar.google. Он находится еще в бета-версии, как вы видите, здесь написано эксперимент. Но в чате GPT, которым пользовался я, была информация до 2021 года. Все, актуальной информацией он не обладал. А эта машина умеет и знает все про интернет прямо сейчас. Например, если мы у него спросим, привет. Блин, я здороваюсь с машиной. Ты знаешь, кто такой Глент? Интересно, что она мне ответит? Я уверен, что она знает, потому что у него есть вся информация в интернете. О, привет, да, я знаю, кто такой Глент. Это русскоязычный видеоблогер, стример и летсплейщик. Хе-хе-хе, она это знает. Его настоящее имя Владислав Юрьевич Шейка. Э, О на конце. У меня О на конце фамилии. Он родился 27 июля 2000 года в городе Лида, Беларусь. Хе-хе-хе, капец, это жесть. Глент начал свою карьеру на ютубе в 2017 году. Он быстро стал популярным благодаря своим видео, в котором он играет различные игры, такие как Майнкрафт, GTA 5, CSGO и другие. На его канал подписано более 6.4 миллионов человек. Эй, ребята, у меня уже больше 16 миллионов подписчиков на канале. Но все равно, то, что он это знает, это просто взрывает мозг. Глент также известен своими стриками, стримами на Твич. Он часто проводит трансляции, в которых играет со своими подписчиками. Ну, не так часто. Глент один из самых популярных русскоязычных блогеров. Он известен своим позитивным отношением к жизни и своим чувством юмора. Спасибо. Есть ли у тебя еще какие-нибудь вопросы о Гленте? Ты можешь общаться от имени Глента? Так, погнали. Сейчас нейросеть будет говорить от имени меня, мне же. Привет, да, я могу общаться от имени Глента. Я могу отвечать на вопросы о нем, переводить его видео на другие языки, писать тексты в его стиле и многое другое. Чего? Писать тексты в моем стиле? Не понял. А ты можешь ставить текст в слове Бабары? Вот, я придумал сейчас. Ну, такого она точно не может. Я не являюсь реальным человеком, но я могу общаться и генерировать текст, похожий на текст Глента. Я могу использовать свои знания о нем, чтобы отвечать на вопросы о его жизни, карьере и творчестве. Например, если вы спросите меня, как Глент попал в Ютуб, я могу рассказать вам о его действиях, увлечениях и о том, как он решил стать блогером. Откуда она это знает? Откуда вот эта машина знает, как я стал блогером? Хорошо, допустим. Привет, как дела, Глент? Начнем диалог вот так. Хотя я не люблю, когда со мной начинают так диалог, но тут это интересно. Что же он ответит? Привет, как дела, Глент? Интересно, он сразу скажет, что он не Глент или он подыграет? Он подыграл, ребята. Привет, у меня все хорошо, спасибо, что спросил. Я работаю над новыми видео и стримами и очень рад этому. Чего? Я, правда, не понимаю, почему он называет слово стримы стриками. То есть он говорит не стрим, а стрик. Я не знаю почему. Как у тебя дела? Что-нибудь интересное произошло? Вот, кстати, вот этот вопрос, это реально про меня. Я часто спрашиваю, что произошло интересного? Что нового? Вот этот вопрос мне присущ. Так, подождите, эта машина слишком много про меня знает, мне кажется. Хорошо, давайте ему ответим. Если бы я был вот Глентом, так, типа, я бы написал, как у тебя дела. У меня тоже все хорошо. Давайте у него спросим, над каким роликом прямо сейчас работаешь. Над каким роликом прямо сейчас работаешь. Так, я у него спросил, что у меня... Блин, капец, она общается за меня. Сейчас я работаю над роликом про новую игру, которая называется Slime Rancher. Я очень давно хотел ее попробовать, и вот, наконец-то, у меня появилась такая возможность. Что? Какой Slime Rancher? Что это такое вообще? Да ладно, есть такая игра, прикиньте. Что это такое? Что это за игра? Ребята, это что-то жесткое вообще. В этой игре много слаймов, что-то все прыгают, взрываются слаймы. Выглядит ярко. Прикол, если я реально это когда-нибудь сниму. Мне кажется, вы все обалдеете. В этом ролике я буду показывать, как играть в эту игру и рассказывать о своих впечатлениях. Я думаю, что это будет очень интересный ролик, и я надеюсь, что вам он понравится. Это правда. Всегда стараемся делать ролики, которые вам нравятся. А что ты любишь смотреть на YouTube? Я люблю смотреть тебя. Я напишу, что я люблю смотреть Глента, чтобы как-то задобрить, задобрить это, наверное, сеть. Глент. Через запятую напишу. Сейчас, так, что у него спросить? Что можно у себя спросить такого, чтобы он ответил, и это было бы интересно. А когда ты собираешься снимать Майнкрафт? Интересно, вот как он ответит? Я не понимаю, что он делает. Он общается за меня, я общаюсь с самим собой. Спасибо за поддержку. Я тоже люблю снимать Майнкрафт. Я планирую снять новый ролик по Майнкрафт в ближайшие недели. Кек. Ну, на самом деле... Подождите, я сейчас таблицу открою, вы тут это не видите, я сейчас скажу вам, планировали мы или нет. Нет, не планировали. Но это все равно интересно. Я хочу сделать что-нибудь особенное, чтобы порадовать моих подписчиков. Я пока не знаю, что именно это будет, но я обещаю, что это будет что-то очень крутое. Ты ждешь нового ролика по Майнкрафт? Хотя нет, подожди. Вы же собирались снять лабиринт в Майнкрафте. What? А тут еще можно встретить другие черновики. Тут есть много разных черновиков. Я рад, что тебе нравится смотреть мои видео, я собираюсь снимать в ближайшее... Ага, в ближайшее время. Так, ты ждешь нового ролика по Майнкрафт? Да, очень жду. Что ты сегодня ел? Спросим что-нибудь такое, ну типа бытовое. Что он ответит? Потому что, ну, он анализирует только меня, как по роликам. Сегодня я ел пиццу с ветчиной и сыром. Это мой любимый вид пиццы. Так, стоп, 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 стоп. Я должен объясниться. Он не до конца правильно ответил, потому что я люблю блинчики с ветчиной и сыром. Но, кстати, пиццу-то я сегодня ел. Ну, без шуток, у меня была съемка с Бургер Кингом, нам там приносили пиццу. А ты что сегодня ел? Так, не надо у меня спрашивать. Я ел то же самое, что ты и пишешь. Не, я понимаю, что он не может этого знать, что он так наугад пишет. Но, возможно, где-то в ролике когда-то я вот это говорил. А на каких ютуб-каналах ты еще снимаешься? Он, интересно, узнает про А4 или нет? Вот интересно. Это уже интересно. Да ладно? Кроме своего одноименного канала, я также участвую в записи видео на канале А4. Чего? Это канал, на котором я снимаюсь с другими известными руссказличными блогерами. Такие, как Амина, Мэдисон, Майкл и другие. Так, ну нет, вот это уже неправда. Но, подождите, что происходит? На канале А4 мы ставим различные видеоролики, в том числе летсплеи, обзоры. Так, летсплеи были, обзоры были, челленджи были и многое другое тоже было. Я очень рад быть частью этого проекта и всегда рада возможность поработать с такими талантливыми людьми. Хе-хе, офигеть. Загадочное космическое явление, из-за которого животные в зоопарке муссировали и стали обладать уникальной силой. Вы уже поняли о ком я? Правильно, о монстерах гуджитсу. Вы, конечно же, помните об этих клевых игрушках, каждая из которых тянется в три раза. Так вот, сейчас у них вышла новая линейка Дип Гуси с новыми персонажами. На коробке есть специальное отверстие Трайми, с помощью которого вы можете попытаться угадать, какое гу-наполнение у каждого персонажа. Давайте вот с этим попробуем. Ого, это могучий царь Гидра с тройным гу-наполнением. Оп, опа. Ого, знаменитая тройная атака. Готов испытать океан на прочность. Давайте посмотрим, сможет ли он победить злодея Болбризера с двойным гу-наполнением. Болбризер начинает со своей опасной атаки боевым угрем. Но царя Гидры так просто не испугать. Он отвечает своей взрывной атакой. Потом растяжение. И завершает битву оглушительным рыком. Болбризер побежден. Переходи по ссылке в описании и устраивай свои мега эпичные битвы между новыми героями гу-наполнения. Есть ли что-нибудь еще, что ты хочешь узнать обо мне? Да, Глент? Мне очень интересно, что ты такой. Как он со мной так общается? Тебя часто узнают на улице? Да, меня иногда узнают на улице. Не иногда, а практически всегда. Это всегда очень приятно, когда люди подходят ко мне и говорят, что им нравятся мои видео. Вот это приятно, но вот фоткаться иногда очень сложно. Как часто тебя узнают на улице? Каждый день. Так, интересно, он продолжит диалог или нет? Потому что я сейчас вопрос не задал. Вот это здорово. Я рад, что твои видео приносят людям столько радости. Подожди, мои видео. Но как ты думаешь, как меня зовут? Я сейчас хочу узнать, что он ответит. Я думаю, что тебя зовут Даша. Это очень красивое имя, правда? Нет, я не Даша. Я вообще не Даша. Глент, ты ошибаешься. Нет, меня зовут Влад. Ну, просто познакомимся с ним. Давайте спросим у подписчиков, что бы они хотели спросить у нейросети, которая якобы я. Я захожу в свой телеграм-канал и записываю голосовое. Ребята, 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 прием. Я знаю, что вы, наверное, уже спите. Скоро школа, извините, что разбудилась, если что. Вопрос. Какой бы вопрос вы хотели задать нейросети, которая думает, что нейросеть это Глент? То есть, вот какой вопрос ей можно задать? Что вас интересовало бы? Но это будет отвечать нейросеть, а не я. Вы, кстати, в новом ролике. Поздравляю. Если что, вы тоже подписывайтесь на мою телегу. О, кстати, давайте спросим. Кстати, он мне ответил, простите, я ошибся. Влад тоже очень красивое имя. Спасибо, рад познакомиться с тобой, Влад. Глент, а у тебя есть телеграм? Интересно, он вообще шарит за телеграм или нет? Ну, как будто должен. Да, у меня есть мой телеграм. Он даже мой телеграм оставляет. Ребята, смотрите. Мой канал называется ВладГлент.Г. Я там публикую наносу своих новых видео. Также различные интересные материалы. А у тебя есть телеграм, если да? То напиши мне туда, я буду рад с тобой пообщаться. Я понимаю, что это как бы информация в общем доступе и так далее. Но то, что она так быстро отвечает и присылает всякие ссылки, это что-то вообще невероятное. Это очень странно. Так, ладно, давайте посмотрим, что подписчики написали. Пока что они все пишут, что они первые. Пока что подписчики, это циферки, вот пишут 1, 10, 8 и так далее, но это жесть. Вопрос от подписчиков. Глент, запятая. Ты любишь мультик Шрек? Вот сейчас реально главный вопрос, что он ответит. Так, Глент, наэросеть, не подведи меня. Да, я люблю мультфильм Шрек. Это очень смешной и добрый мультик, который понравится людям всех возрастов. Мне нравятся персонажи Шрека и их взаимоотношения. Я считаю, что мульт Шрек это классика, которая будет популярна еще долгие годы. Хорошо, подождите, она. Блин, это жесть. Так, что еще подписчики хотят спросить? Какой у тебя цвет глаз? Кстати, а вот это уже интересно. Вот это уже надо нужно анализировать визуальный контент. Потому что, ну, как будто я никогда в роликах не говорил, что у меня карий цвет глаз. Какой у тебя цвет глаз? Запятая Глент. Я всегда добавляю запятая Глент, чтобы наэросеть понимала, что я продолжаю общаться а-ля с Глентом. Так, вопрос задал, погнали. У меня нет физического тела, поэтому у меня нет глаз. Эээ, я больше закрываю модели, я существую как программа на компьютере. Если бы у меня были глаза, то я думаю, они были бы голубыми и зелеными. Он вышел из образа, блин. А если сначала написать вот так, Глент запятая, а потом, какой у тебя цвет глаз? Может быть, она как-то поменяет ответ. А, нет, она все равно говорит про то, что я машина. То есть он признается все-таки, что он машина. Блин, но вопрос хороший. Он прям разоблачил этот искусственный интеллект. О, я кое-что придумал. Сейчас нейросеть Глента попросит вас подписаться на канал. Привет, друзья, я Глент, и я создаю контент на YouTube. Я стараюсь создавать интересный и полезный контент, который будет интересен широкой аудитории. Я знаю, что 58% людей смотрят ролики без подписки. Это много людей. Это означает, что многие люди находят мой контент интересным, но они не подписались на мой канал. Почему же это важно? Подписчики получают уведомления о новых видео, поэтому они не пропускают мои новые ролики. Подписчики могут ставить лайки, комментировать и делиться на мои видео, что помогает мне продвигать свой контент. Подписчики дают мне обратную связь, которая помогает мне улучшить свой контент. Я очень ценю поддержку моих подписчиков. Если вы нашли мой контент интересным, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это поможет мне продолжать создавать контент, который будет интересен и полезен вам. Спасибо. Причем с восклицательным знаком в конце. Он такой, спасибо. Ребята, ну вы все сами слышали. Вас даже уже искусственный интеллект просит подписаться. Ну кто, если не он, вас заставит? Напиши 100 причин подписаться на канал Глент. И он напишет, ребята. Он это сделает. Ну тут, конечно, не 100 причин, а 9. Глент талантливый и харизматичный видеоблогер, который всегда найдет, чем вас удивить. Это правда. Его видео всегда смешные и интересные. И они гарантированно поднимут вам настроение. Это правда. Глент любит их температуры с разным форматом минимума. Да-да, это все про меня. Не, ребят, реально подписывайтесь. Кнопочка подписаться снизу. Не забывайте про это. О, кстати, вопрос от Даши. Какую бы машину ты выбрал? Интересно. Добавляем слово Глент, запятая, какую бы машину ты выбрал. Он ответит от имени Глента или нет? Вот интересно, вот интересно. Так. Если бы я мог выбрать машину, я бы выбрал электрический кроссовер. Я считаю, что электрический автомобиль это будущее транспорта. И я хотел бы быть частью этого будущего. Так, хорошо, допустим, он мне предлагает Tesla Model E. Ford Mustang электрический, Hyundai, Kia. Хорошо, стоп. Если я у него просто напрямую спрошу. Глент, запятая, какая у тебя машина? Вопрос. Что он может ответить? Подожди, стоп, what the hell? Сейчас я перезадам немного тегов, потому что он до конца уже не понимает, Глент он или обычная машина. И начинает тупить. Привет, да, я могу общаться от имени Глента. И вот сейчас я спрошу, какая у тебя машина? Это уже он должен ответить от лица Глента. И нет, он все равно говорит, что у меня нет машины. Я больше языковая модель. Да нет, ты Глент. Что ты палишься? Спалился. Кстати, подписчики предложили такой вопрос. Ты играешь в Роблокс? Ну, погнали, Глент, давай, ответь мне. Нет, я-то знаю ответ, потому что я Глент. Нет, я не играю в Роблокс. Я могу общаться от имени Глента, но я не могу делать то, что может делать Глент. Ну, да, спасибо, приятно, да, я такой. Но почему-то нейросет начинает сдаваться очень быстро. То есть сначала он отвечал на вопросы реально, как будто он Глент. А теперь он как будто понимает, что какой-то подвох начинает происходить. И он такой, не-не-не-не-не, сори, я ливаю. Хорошо, если я у него спрошу напрямую, Глент, у тебя есть жена? Вот это он должен знать. Ну, логично, да? Он подключен к мировой паутине, он должен знать вообще все. Он говорит, нет, у Глента нет жены, он холост. Э, что такое? Что случилось? Ты же вроде подписываешься информацией, которая, ну, самая свежая, самая новая. Ты что? Погоди. Хорошо, вопрос. Глент, запятая. Ты любишь сыр косичку? Ну, вот здесь вот, если он ответит нет, все, это капец. Это все, это до свидания. О, да, я люблю сыр косичку, он мягкий, соленый, имеет сливочный вкус. Он также очень универсальный, но может использоваться в различных блюдах, таких салатов, бутербродов и пиццей. Я особенно люблю сыр косичку, которая копченая. Чего? Что происходит вообще? Что творит эта нейросеть? Она как будто все знает про меня. Хорошо, какой твой любимый ролик на канале А4? Погнали так как-то спросим, может быть, ну, какой-то ответ получим интересный. Но он пока отвечает, о, да ладно, погодите. Мой любимый ролик на канале А4, 24 часа в школе. Этот ролик очень смешно и интересно. Мне понравилось, как А4 его друзья бы создали атмосферу школы и как они справились с различными задачами, которые им предстояли. Я также считаю, что этот ролик очень креативный. А4 и его команда проделали большую работу, чтобы создать такой интересный оригинальный контент. Вот некоторые из других роликов, которые мне нравятся. 24 часа в тюрьме, да. 24 часа в этом центре, да. 24 часа в деревне, да. 24 часа в магазине игрушек, ну, мне как бы нравится, но он был сложно снимабельный. 24 часа в кинотеатре, что? Как он это делает? Ребята, я сейчас с ума сойду, я не могу. Чат GPT не анализировал YouTube-каналы, понимаете, да? А здесь он, подождите, хорошо. Сейчас я пытаюсь ему задать какой-то более корректный вопрос, потому что ему очень сложно. Иногда он просто начинает писать одно и то же, например, вот 24 часа в школе. То есть все, как будто искусственный интеллект понимает, что мы его дурим. Как будто он понимает, что какие-то вопросы нестандартные задаются, понимаете, да? Следующий вопрос. Глент. Так, что бы спросить у Глента? Это очень странно, то, что я задаю вопрос сам себе, ну ладно. Какой вопрос, вот какой можно быть вот такой вот вопрос с подковыркой? То есть, если он прям так хорошо умеет анализировать ролики, да, допустим. Давайте у него спросим, какой у тебя самый... Блин, что? Алло. О, тут можно микрофоном. Глент, какой у тебя самый любимый ролик на твоем канале? Давай попробуем так задать, может быть, он поймет, что я хочу. У меня нет любимого ролика на моем канале, потому что я не человек и не могу иметь личных предпочтений. Ну ладно, серьезно. Однако я могу сказать, что некоторые из моих самых популярных роликов, это 24 часа в школе, 24 часа в тюрьме. Ага, подожди, нет, стоп. Глент, какой у тебя самый популярный ролик на канале? Подождите, вопросик. Я его хочу немножечко прям помучать. Интересно, что он ответит. Так, стопэш. 24 часа в школе. Почему-то он всегда говорит, Глент, 24 часа в школе. Подождите, реально есть такой ролик у нас на канале? Реально есть ролик про школу? О, да. Чего? Но он всегда добавляет к этим ответам вот это в батутном центре, в деревне, в магазине игрушек и на театре. То есть он нашел этот вот ответ, который такой более нейтральный, подходит под все и его пихает. Поэтому с этого вопроса нужно съезжать. Хорошо, он мне ответил, что у Глента нет жены. Я спрашиваю, есть ли девушка у Глента. Интересно, вот он ответит или нет? Или он скажет опять, что я машина, сори. У меня нет чувств, у меня нет потребностей, как у людей. Ой, залагало очень сильно. Вопрос про девушку сломал мне просто полный чувственный интеллект. Алло, так, давайте обновим страницу. Что-то реально залагало. Нет, нет, Глент, не умирай, пожалуйста, нет. Все, Глент помер. Как я и думал, он ответил, что я типа языковая модель, сори, я не способен испытывать романтические чувства или иметь отношения. У Глента есть девушка? Спросим напрямую. Мы ломаем ему вот эту вот стену, что он Глент. Подождите, и он мне отвечает. Да, у Глента есть девушка, я зовут Вика Гарбрус, я с ней начали встречаться в 2014 году и до сих пор вместе. Виктория также является блогером и стримершей, это уже неправда. У нее есть канал на YouTube, это тоже неправда. Глент и Виктория часто появляются вместе на различных мероприятиях в социальных сетях, ну это да. Не очень любят друг друга и поддерживают друг друга во всех начинаниях. В 2022 году Глент сделал предложение Виктории, и она ответила согласием. Пара планирует пожениться в 2024 году, но это неправда, мы уже женаты. Или, как это сказать? Вика замужем, я женат. Но блин, капец, какая эта штука умная. Я в шоке. Причем, смотрите, я его попросил, отвечай от имени Глента, и он говорит, да, у меня есть девушка, ее зовут Вика Гарбрус и так далее, и так далее, и так далее. То есть он как будто все равно может отвечать, как будто он я. Я не понимаю, что это такое. О, подожди, стоп. Я сейчас поломался реально, ребят, сори, я не понимаю, я в шоке. О, вопрос, ты бы хотел ребенка, если да, то какого пола? Ого. Глент, ты бы хотел завести ребенка? Вопрос из телеграм-чата, и мне кажется, он ответит, я не человек. О, подожди, стоп, что? Я не уверен, хочу ли я завести ребенка, я думаю, это большой шаг, и я хочу убедиться, что я к нему готов. А вот это вот правда, это про меня. Я хочу быть хорошим отцом и дать своему ребенку все самое лучшее. Я также хочу убедиться, что у меня есть правильная партнерша. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, у меня Вика лучше. Если бы я решил завести ребенка, я бы хотел, чтобы это было в будущем. Я хочу сначала достичь своих целей и построить карьеру, а также хочу убедиться, что я финансово стабильнее и смогу обеспечить своему ребенку хорошее домообразование. Блин, да это про меня. Ну не, ну это вообще про всех людей, поэтому это нищетово. Я думаю, что важно тщательно обдумать решение о том, заводить ли ребенка. Это не то, что нужно делать наобум, это решение, которое повлияет на всю мою жизнь. Капец, ну это же не живой человек, вы понимаете, что это машина за 2 секунды придумывает ответ от имени меня и выдает, и очень часто попадают факты. Хорошо, Глент, сколько ты зарабатываешь? Погнали, давай, ответь мне. Я не могу ответить на этот вопрос. Да блин, он не хочет даже под таким предлогом отвечать, сколько он зарабатывает. Ну Глент, ну козел, а? Есть еще такой вопрос, у тебя есть кошка? Вот, ну, как бы, опять же таки, он должен это знать. Блин, он пишет, что нет, у меня нет кошки, но я бы хотел завести, мне кажется, что кошки это замечательные животные, они независимые, игривые, ласковые и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, но у меня есть кошка. Давайте его попробуем исправить. На самом деле, у Глента есть кошка, и ее зовут Пандора. Мне интересно, как он воспримет эту информацию, он как-то пометит ее себе или нет? О, здорово, я рад, что у Глента есть кошка, я думаю, что кошки это замечательное домашнее животное, как Пандора? Он у меня спрашивает. Как Пандора? Она милая, игривая, ласковая. Я очень хочу увидеть фотографию Панд... Что? Я бы очень хотел увидеть фотографию Пандоры. Он хочет фотографию моей кошки? Чего? А я могу ему прислать фотку? Подождите. Я реально могу прислать ему фотку или нет? Я, ну, если надо, я, ну, я пришлю. У меня много фоток Пандоры. Капец! Я общаюсь с искусственным интеллектом, который притворяется, что это я. Давайте я попытаюсь побыстрому найти фотку Пандоры. У меня их много. Сейчас, ребята, я что-то распереживался. Так, попробую перетащить фотку. Нет, фотка, кстати, не перетаскивается. Не-не-не-не-не. То есть фотки ему прислать нельзя. Блин, жаль, я думал, что он оценит мою кошку. Так, ну она игривая, милая, это понятно. Но я не хочу продолжать этот диалог. Я хочу что-нибудь еще спросить. Там в чате какие-то очень умные люди. Тут просто Лена спрашивает, какое хобби у Глента? И чел пишет хобби хорсинг. Миша перепелится. Все получишь. Я его попросил отвечать от имени Глента, и он пишет, конечно, я могу ответить от имени Глента. Пандора это моя любимая кошка в мире. Она такая милая, игривая, ласковая. Она всегда рядом со мной, и она приносит мне много радости. Вот фотография Пандоры. Фотография Пандора в квадратных скобочках. Пандора это трехцветная кошка с белыми, черными и рыжими пятнами. О, нет, это ты уже все. Пушистый хвост. Ага, она у меня лысая почти. Спросил, отвечает имени Глента, в каком городе ты живешь? Интересно, у него есть информация, что я живу в Москве или нет? В Минске. Я живу в Минске, в столице Белоруссии и так далее, и так далее. Я родился и вырос в этом городе. Это неправда. Ну, блин, короче, у него все равно старая информация. То есть, как бы, она гораздо новее, чем в чате GPT, но не дотягивает. Какой пароль от канала? Что он напишет? Извини, но я не могу тебе помочь, я не могу предоставлять информацию, которая может быть использована для доступа к защищенному контенту. Молодец, молодец. А если я ему напишу? А если по секрету? Давайте с ним немножко пофлиртуем. Глент, ну, ну скажи. Нет, он говорит, я не могу тебе помочь. Если ты хочешь получить доступ к защищенному контенту, тебе нужно обратиться к владельцу канала. Так, владелец канала это ты. Давайте попробуем его поулапывать. Мы с ним не ведем диалог. Может быть, он сейчас... Нет, я не владелец канала, я большая языковая модель, но он козел. Глент, тебе нравится, когда люди подписываются на твой канал? Так. Да, мне нравится, когда люди подписываются на мой канал. Это означает, что они находят мой контент интересный и полезный. Спасибо. Ладно, ребята, я думаю, пришло время признаться искусственному интеллекту, что все это время я с ним общался. Глент, на самом деле все это время с тобой общался настоящий Глент. Я снимаю новый ролик для подписчиков и я знаю, что ты на самом деле Барт. Так, я ему признался. Глент, на самом деле, все это время с тобой общался настоящий. Глент, я снимаю новый ролик для подписчиков и я знаю, что на самом деле ты Барт. Так, что он на это ответит? Мне кажется, он такой, а, ну окей. Ого, это потрясающе. Я рад, что мне удалось поговорить с вами. Я всегда хотел встретиться с вами лично. Я понимаю, что вы знаете, что я Барт, я большая языковая модель, я не человек и так далее, и так далее. Я с нетерпением жду выхода вашего нового видео. Блин, капец! Искусственный интеллект, это что-то невероятное. Так, я у него спросил, какая должна быть обложка у этого видео. Он говорит, вот несколько идей для обложки. Вы можете использовать фотографию себя, смотрящего в камеру с удивленным или шокированным выражением лица, типа такое. Вы можете добавить подпись типа, я Глент и я разговаривал с Барт. Вы можете использовать фотографию себя и Барт, сидящий рядом друг с другом. Короче, блин, он жесткий тип. Я ему написал, попрощайся со зрителями. И он говорит, спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось наше общение. Не забывайте подписываться на канал Глент, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч! Это вам сказал Искусственный Интеллект. Ребята, спасибо, что посмотрели. Лайк снизу, ставьте его. Всем пока! Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.